Следующая часть, одна из наиболее важных в релизационной модели данных, это определение схемы отношений. Строго говоря, схема отношений это некое именованное множеством упорядоченных пар, имя атрибута и тип данных или домена. По сути, если говорить проще, схема отношений это некий заголовок таблицы, если мы проводим такую аналогию, в которой хранятся данные в нашей базе. Что значит именованное множество упорядоченных пар? Это значит, что у каждой таблицы есть свое имя. Итак, рассмотрим две простейших базы данных, которые мы рассматривали в первом модуле. База данных биллинговой системы и база данных системы управления проектами. Итак, база данных биллинговой системы состоит из одной таблицы, отношения которой имеет имя биллинг, название. Вот оно у нас именованное множество упорядоченных пар, имя атрибута и тип данных. А вот, собственно, сами пары, имя атрибута, pair email, тип данных varchar. Да, соответственно, следующий, следующая пара атрибутов. Эксперент email, аналогично varchar. Дальше сам, decimal, да, currency, опять же varchar. Billing date и date comment и текст. Вот у нас набор упорядоченных пар, имя атрибута, тип данных и имя. Собственно, сформировали схему отношений. В данном случае мы не ведем речь о содержимом таблицы, да, или о кортежах отношений. Мы говорим только о схеме. Ну, для системы проектов тут, в общем, достаточно аналогично все. Именованная схема, у нее есть имя проект, ну, а дальше набор пар. Название проекта, тип данных varchar, название имя клиента, тип данных varchar. Начало окончания проекта с типом данных data, бюджет, некого, типы данных с фиксированной точностью. Переходя от определения схемы отношений, можно говорить о схеме базы данных. Итак, схема базы данных – это некое множество именованных схем отношений. Тут все довольно просто. Схему отношений мы рассмотрели на предыдущем слайде. А здесь мы говорим о том, что схема базы данных – это множество именованных схем отношений. Приводя пример, мы можем сказать, что база данных у нас может состоять из нескольких таблиц, каждая из которых имеет свою структуру, и эти таблицы могут быть связаны друг с другом. Вот что такое схема базы данных. Ну и, наконец, самое главное определение, которое может быть, потому что отношения являются единственной возможной структурной единицей в рамках революционной модели. Отношение фактически состоит из пары понятий телоотношения и значения отношений. Телоотношения – это множество кортежей, которые соответствуют некоторой схеме отношений. А значения отношений – это пара множество схемы отношений и телоотношений. Тут все достаточно просто. То есть схема отношений – это то, что в рамках существующей базы данных меняется редко, ну или в каком-то смысле практически никогда, то есть это заголовок таблиц. Само телоотношения, оно меняется довольно часто. То есть добавляются новые кортежи, изменяются данные каких-то кортежей, удаляются кортежи. Если мы поговорим про интуитивную интерпретацию тех понятий, о которых мы сейчас ввели речь, то можно рассмотреть как раз ту самую базу данных управления проектами, где хорошо видны кортежи, атрибуты, типы данных и телоотношения. Итак, если мы посмотрим на структуру таблицы проекта, кстати говоря, для MySQL, для того, чтобы с помощью консольной команды посмотреть структуру таблицы, необходимо выполнить запрос describe, указав название базы, ну или если мы уже подключились к какой-то определенной базе, то можно его не указывать, и название таблицы, структуру которой мы хотим посмотреть. В результате этого запроса мы получим набор, следующий набор значений. Это набор атрибутов, типы данных для каждого атрибута, и какие-то ограничения, которые накладываются на данный атрибут. В ограничениях немножко попозже говоря. Итак, вот у нас указываются атрибуты для данной таблицы, название проекта, имя клиента, дата окончания, дата начала и бюджет. Ну и типы данных, о которых мы только что говорили. При этом набор атрибутов указан в первом столбце результирующей таблицы для данного запроса, набор типов данных во втором столбце. А сама схема отношений по сути является сочетанием значений в этих двух столбцах. Если же мы посмотрим содержимое таблицы, а как вы, наверное, помните из первого модуля, это можно легко сделать запросом Select, то мы увидим, что содержимое таблицы состоит из множества кортежей, и все элементы данного множества являются телом отношений. Итак, мы рассмотрели основные элементы, которые позволили нам описать структурную часть релизационной модели данных. Напомним, это у нас были типы данных, домены, атрибуты, кортежи, схема отношений, схема базы данных и самоотношение. В конце хотелось бы несколько слов сказать о свойствах отношений. Все они вытекают из теории множества, на котором базируется определение отношения, телоотношения и схема отношений. Это отсутствие дубликатов кортежей, это отсутствие упорядоченности как кортежей в теле отношения, так и атрибутов схемы отношений. И другое свойство, не относящееся к теории множества, это атомарность значения атрибутов. Действительно, основоположники теории релизационных баз данных говорили о том, что должны использоваться для хранения данных только скалярные типы данных. В сегодняшний момент это условность, и иногда используются векторные типы данных, и типы данных, типы документов. Поэтому, что считать атомарными данными, это вопрос не совсем однозначный. Однако, требования, например, первой нормальной формы, подробно о нормальной формах мы будем говорить в следующем модуле, требования первой нормальной формы гласит о том, что необходимо, чтобы все данные во всех ячейках отношения, во всех элементах отношений были атомарными. И это является как раз базовым свойством отношения в релизационной модели. На этом мы заканчиваем говорить о структурной части релизационной модели, и будем дальше говорить о следующих частях этой модели данных. Продолжение следует...